Всем привет! Это вторая часть обзора iPhone 5, iPhone 4s. В этой части обзора мы сравним производительность, немножко поговорим про дисплеи. Сразу хочу отметить, что iPhone 5 быстрее iPhone 4s, быстрее открывает игры, запускает приложения, веб-странички. Но разница не такая существенная, то есть владельца iPhone 4s это не должно, скажем так, вгонять в тоску. Просто немного быстрее. iPhone 4s и так он быстрый. Загрузили быстрее мы на iPhone 5. iPhone 4s. Единственный момент в iOS, где есть лак, который проявляет себя только при первой загрузке, это вызов клавиатуры. Давайте посмотрим. Откроем календарь. Немножко быстрее iPhone 5. Как мы видим, преимущество более удлиненного экрана, больше информации помещается. Откроем камеру. Опять же, на доли секунд быстрее iPhone 5. Опять же, давайте открою, скажу вам, что изменения тут в интерфейсе, только вот кнопочки более большие сделали на iPhone 5. Откроем iBooks. Опять же, быстрее. Ну, как видим, разница не такая, скажем так, существенная. Насчет калькулятора, все тоже просто, видите, тут как бы были какие-то узенькие кнопочки, здесь они стали более широкие, более лучше выглядят. Давайте мы откроем карты, которые нашей стране никому не нужны. Почему не нужны, я думаю, понятно, потому что карты, мягко говоря, не очень. Насчет скорости. Как мы видим, iPhone 5 заметно плавнее по сравнению с iPhone 4s. Это видно особенно на картах трехмерных. Ладно, это мы все оценили. Дальше, App Store. Сразу можно посмотреть, сколько информации помещается. Тут мы уже видим нижний баннер. Поиск, если мы откроем. В таком виде у нас, если говорить про приложение, давайте... Вот, кстати, подкасты. Посмотрите внимательно на иконку. Давайте увеличу. Не знаю, будет видно на камеру, но у них отличаются цвета иконки. Здесь он более насыщенный цвет, здесь он более такой светлый. Давайте откроем обои. Одинаковая картинка. Многие что-то не верят, почему думают, что разницы нет. Вот одинаковая картинка. iPhone 5, iPhone 4s. Как мы видим, то, что говорили на презентации, увеличен цветовой охват на 44%. Реально, iPhone 5 стал лучше отображать цвета, более насыщенный, здесь он какой-то бледный. Трава зеленая более. Ну, я думаю, это видно наглядно на камеру. Давайте еще какую-нибудь фотку откроем. Здесь будет видно нет, но тут более такой желтоватый, бледный цвет, здесь зеленый. Так, дальше. Приложение оптимизированное, которое под iPhone 5. Конечно же, твитбот. Вот так у нас все это дело выглядит. Количество информации, которая помещается, ну, практически еще один целый твит. Давайте мы перейдем к браузеру. Перед этим, наверное, надо очистить для чистоты эксперимента кэш. Чистим историю, данные. Так, давайте зайдем на наш сайт. Повторюсь, видите, ну, быстрее, но разница не такая, скажем так, существенная, но он быстрее открывает. Так, теперь мы пойдем у нас в гаджет. Опять же, быстрее. Можно оценить, насколько стала информация больше помещаться. Давайте, допустим, мы его повернем. Сколько здесь? Сколько здесь? Как мы видим, разница существенная. Так, давайте мы еще один сайт. Вверш, который очень тяжелый для загрузки. Сейчас, наверное, откроется мобильная версия его. Интернет-канал, скорость где-то 60 мегабит. То есть, все должно шустро работать. Давайте вот так вот сделаем. Если интернет будет чуть похуже, скорость, то разница будет сильнее заметна. То есть, iPhone 5 будет быстрее подгружать. Сейчас вот, оказывается, у нас iPhone 4s подгрузил быстрее. Давайте мы обновим. При обновлении iPhone 5. Откроем обзор. iPhone 5. Ну, одновременно. Ну, как мы видим, разница, я говорю, не такая существенная. Ну, видите, тут даже чуть-чуть он тормозил. Видео, кстати. Посмотрим, как у нас. Ну, вот видно, что разница в объеме оперативной памяти. Что были у нас белые такие вот, скажем так, квадратики. Значит, у нас оперативка скушалась. Давайте сначала посмотрим видео, как выглядит на iPhone 4s. И теперь мы посмотрим, как оно уже выглядит на iPhone. Hey, this is Josh from The Verge, and we're taking a look at the iPhone 5, Apple's latest entry into the smartphone market, and perhaps the best iPhone ever. The design of the phone may look familiar to you. It uses essentially the same body shapes and components, as the previous iPhone 4s. Ну, вот такая у нас разница. Так, ладно, понятно с видео. Видео смотреть удобнее, конечно же, на iPhone 5. Ну, давайте мы поговорим о приложениях, которые не оптимизированы. Под iPhone 5. Откроем наш всеми любимый Instagram. Вот мы видим, что здесь у нас одинаково все. Повторюсь, если у вас iPhone 5 черного цвета, то я скажу вам, что то, что здесь есть... Сейчас я на свет так вот как-то покажу вам. Видите, отступы черной полоски. Если так вот обычно смотреть, то кажется, что просто такой у нас маленький кран. То есть, это весь корпус, и это не так сильно бросается в глаза. Если у вас будет белый iPhone, то вы, конечно же, будете сразу замечать, что у вас что-то не так. Скажем так, у вас есть черные полосы. Поэтому это один из плюсов, кстати, черного iPhone 5. Но потихоньку начинает уже оптимизировать приложение. Тут же Pocket. Оптимизируем у нас под экран iPhone 5. Так, давайте мы поговорим теперь про производительность в тестах. Есть такой тест Limpack. Я думаю, владельцам Android он тоже известен. Но он чисто определяет производительность именно процессора. Ну вот, среднее 588 мегафлопсов, как я понимаю. Да, M-флопс. Сейчас посмотрим, сколько покажет. iPhone 4s. Ну, разница в скорости процессора, я думаю, существенная. Поэтому тестов получается практически в 5 раз. И еще один тест. Кстати, здесь GEL Benchmark. Здесь есть тест батареи. Я этот тест проведу, и потом выложу обзоры, текстовая версия обзора. Здесь можно запустить игрушку. Будет, как я понял, крутиться она по кругу, пока не сядет аккумулятор. Соответственно, тут есть различные тесты. Отличие только заключается в том, что яркость экрана там на 100%, либо она на 50%, ограничение FPS либо 30%, либо 60%. Ну, мы какое-то одно значение возьмем и посмотрим в тяжелых играх, насколько выносливый, скажем так, или нет iPhone 5. Ну, сейчас давайте мы проведем тест в игрушке. Онскрин. Яркость автоматически на 100% выставляется. Давайте я вот так поверну, чтобы видно было. Немножко быстрее. Здесь у нас двухъядерный процессор стоит. Здесь у нас графический процессор. Здесь у нас трехъядерный. Как я говорил в предыдущем видео, в iPhone 5 трехъядерный, но работа на частоте 266 МГц. На iPad 3, он же четырехъядерный, но частота 200 МГц. Можете... Вот сейчас будет наиболее, скажем так, загруженная цена. Вот. Когда много освещения. Вот этот момент. Смотрите внимательно здесь, на iPhone 5. На iPhone 4s. Ну, тестит это реально очень сильно нагружает графическую систему. Там много всяких здесь бликов, отражений. Вот здесь, опять же, все плавненько. Тут немножко, да, вот видно, видите, что приседает. Сейчас еще сильнее будет видно. Никто-то, почему-то, никто в обзорах данный тест не показывает, но это наиболее, скажем так, полностью раскрывает потенциал нового графического ускорителя и работа в связке с процессором. То есть, игрушки стоит ожидать очень-очень хорошие, да, я думаю, на уровне PSP, Avito. Ну, вот видно тут как. Сейчас тест у нас уже заканчивается. Все, тест у нас здесь закончился. И здесь у нас закончился. Давайте я увеличу. Смотрите, это iPhone 5 39 FPS, iPhone 4s 21 FPS. То есть, когда нам сказали на презентации нового iPhone, что он стал два раза быстрее, процессор, графика. Здесь наглядно это можно убедиться, что FPS возрос в два раза. Так, и давайте мы теперь посмотрим игрушку непосредственно. Давайте для начала игра, которая не оптимизирована под iPhone 5, но она достаточно долго грузится, не быстро. Загрузился. Вот в играх, при загрузке игры разница уже не доли секунды, а там пару секунд уже есть. Нажимаем «Новременно». Компания. Продолжить. Опять же, можете оценить качество экрана, что здесь цвета более насыщенная. Тут какой-то бледный цвет, хотя я считал, что на iPhone 4S цвета достаточно качественные. Вот, видите, здесь уже замигала надпись. Здесь еще грузится. Все, загрузилось. Ну, вот, кстати, можете оценить черный цвет, что наиболее темный он именно на iPhone 5. Так, ладно, давайте мы еще одну игрушку для частоты эксперимента закроем. Так, и игра у нас, которая демонстрировалась на презентации iPad 3. вот тут видно. Сразу, что экран шире. Вот я громко сразу убавлю, чтобы не отвлекало. Так, и попробуем показать, как игровой процесс выглядит на широком экране. Так, что нам выбрать? Давайте компанию. так, не нажал здесь. Так, давайте для начала как игрушка у нас. Видите, что немножко есть у нас даже на самом начале небольшие задержки, но потом все плавно. Это iPhone 4s. Вот видно. Так, и теперь iPhone 5. разобъектив камеры тут не очень не видно, поэтому могу не туда нажимать. Вот. опять же удобнее играть игры, когда на широком экране получается, что сенсорное управление разнесено по краям и вам пальцы не перекрывают сам экран, то есть больше видно ну вот такая у нас игрушка. Так, некий итог по производительности. Безусловно, iPhone 5 оказался быстрее, но скажем так, производительность в стандартных приложениях, открытие приложений, браузер не скажем так, не в разы быстрее, там на доле секунды быстрее, поэтому не считаю, что iPhone 4s, владельцы iPhone 4s должны бежать покупать iPhone 5, если они хотят, скажем так, в два раза быстрее открывать приложение, они здесь опять же открываются очень быстро, разница в доле секундах. Если говорить о играх, то iPhone 5 уже заметно быстрее загружает игрушки, это уже там несколько секунд, при этом потенциал в играх у него будет больше, ждем появления Real Racing 3, когда можно будет оценить, во-первых, качество графики на двух девайсах, наверняка на iPhone 4s уже будет что-то упрощенное по графике, ну посмотрим. По качеству экрана, опять же говорю, что iPhone 5 мне больше понравился, у него более насыщенные цвета, более все красиво. Насчет приложений, которые неоптимизированы, черные полоски, если покупать iPhone 5 в черном варианте, то это не так бросается в глаза, скажем так, не так раздражает. Приложения оптимизируются, обновляются, все наиболее такие популярные, я думаю, в течение там пару недель обновятся и будут спокойно работать на iPhone 5. Такие дела, всем спасибо за внимание, в дальнейшем, наверное, будет обзор фото-видео-часть, но он уже будет выложен на сайте в текстовой части максап.ру Всем спасибо за внимание.